МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если в далеком прошлом влюбленные могли узаконить свои отношения в селе, то в настоящее время это привилегия отдела ЗАГС Угольческого муниципального района. Отрадно отметить, что в 2005 году у нас в муниципальном округе увеличилось количество заключаемых браков. Оно было зарегистрировано в том году 394 брака. Количество разводов уменьшилось до 181. Если сопоставлять браки и разводы, все-таки наши молодые люди живут со своими женами и с мужьями, стараются не разводиться. Одно из направлений работы отдела ЗАГС – это регистрация рождения детей. Мы проанализировали ситуацию по рождению детей, начиная с 2000 года. В период времени с 2000 года по 2003 год в нашем муниципальном округе отмечалось увеличение рождаемости. Это примерно за каждый год увеличение было на 30 человек. Но, к сожалению, с 2004 года отмечается уже уменьшение количества родившихся детей на 14 человек. В 2005 родилось детей еще меньше, уже на 40 человек количество родившихся детей уменьшилось. Среди родившихся количество мальчиков и девочек составляет, в общем-то, такие цифры. В 2005 году 207 родилось девочек и 217 родилось мальчиков. Всего родилось 424 ребенка в нашем муниципальном округе. Из этого количества две пары близнецов. Количество близнецов в прошлом году было меньше, чем в предыдущие годы. Мы проанализировали ситуацию по семьям, где рождались дети. В основном, конечно, дети рождаются в полных семьях, где есть папа и мама. Но в неполных семьях родилось у нас 144 ребенка. Из них 86, впоследствии, за 86 детьми было установлено отцовство. То есть отцы признали себя отцами. Когда рождается ребенок, родители обдуманно и серьезно подходят к выбору имени. Ведь имя человека связано с его судьбой, с его характером. Мы сталкиваемся с такими случаями, когда имя человека хотят родители назвать как просто родное разговорное. Но, конечно, в документах должно отражаться полное имя человека, чтобы впоследствии у этого человека не возникало документальных проблем. Вот, например, приведу такое. Имя Даниил. Очень часто нам приходится родителям убеждать, показывать словари, справочники, что полное имя Даниил. У нас некоторые хотят Даниила назвать, некоторые Даниило, некоторые Данил с одной буквой «и». Конечно, это все так разговорная форма от имени Даниил, полное имя Даниил. Ну, когда показываем справочники, часть, большинство, конечно, родителей соглашается, но некоторые все-таки настаивают. Но мы спорить не можем, как сказали, так мы и должны записать. Какие же имена наших ребятишек в нашем муниципальном округе в прошедшем году были самыми распространенными? Вот среди мальчиков я должна отметить имя Даниил. Оно самое распространенное уже на протяжении нескольких лет. Поэтому в наших детских садах будут одни, наверное, Даниилы. Вот 15 человек в прошедшем году было у нас Даниила. Также так были Никиты, много называли, Иваны, Андреи, Кириллы, Максимы, Владиславы, Дмитрия, Егоры, Илья и Михаил. Вот такие распространенные имена мальчиков. У девочек тоже самым распространенным на протяжении нескольких лет является имя Анастасия. В этом году их тоже было 15. Виктории много было в этом году. Дарья, Екатерина, Алина, Полина, Елизавета, Диана, Кристина. У нас в городе также называют редкими именами наших детей. Это такое редкое имя, как Арсений. Очень давно такого имени не было. Но вот в этом году такое имя у нас появилось. Вадим, Всеволод, Евгений, Игнат, Константин, Мирон, Павел, Родион. Савва даже был в этом году. Святослав, Семен, Тимофей, Эдуард. Среди девочек такие имена тоже. Аксинья тоже первый раз называли таким именем. Олесия, Алиса, Ангелина, Анжелика. Ева в этом году у нас была. Адама, к сожалению, не было. Жанна, Ириада, Ирина, Элина, Юлиана, Яна, Камила, Любовь, Маргарита, Марианна. Вот такие имена редкие люди стараются как-то отличить своего ребенка от других и называть самыми распространенными именами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...